Тип на ответственность плюс еще постановка на ВКДН, не на ВКДН, а в ВКДН, в ВКДН поставить, в ВКДН могут поставить. Это все зависит от мамы. От настойчивости мамы, скажем так. Стигмация. Да, слышали о таком явлении, когда стигмация это, грубо говоря, клеймо трудный подросток. В процессе восстановительной процедуры, о которой мы также будем с вами говорить, я думаю, после обеда поговорим о восстановительных процедурах уже. В первую очередь происходит исцеление, восстановление отношений между жертвой преступления и преступником, в кавычках. Потому что в рамках формальных процедур такое зачастую невозможно. Но в рамках неформальных процедур, когда доброжелательно происходит диалог с каждой из сторон и рассматривается ситуация широко, многоаспектно, возможно, да, восстановление отношений, восстановление мира, принесение искренних извинений. И вообще говоря, здесь надо учитывать многие культурные особенности. надо понимать, как воспитан этот мальчик-казах в своей семье, да, как воспитан мальчик, которому да, видел этого одноклассника, десятиклассника в своей семье. Что значит уметь постоять за себя? Насколько мальчишки должны быть сдержаны в этих выражениях, таких вот эмоций? Ну и так далее. Все-таки они одноклассники. Конечно, мы не можем, как это лучше сказать, согласиться, с тем, что удар полагает за адекватные реакции на расовое оскорбление, не только воспитательный эффект, но, возможно, это была больше эмоциональная реакция. То есть можно признать, что да, причинен вот этот ущерб, что мы готовы загладить свою вину искренними извинениями, принесением подарка, какими-то встречными вариантов, на самом деле, очень много. Что можно сделать, чтобы загладить вот это неприятное впечатление, которое в одном – по ошибке произойти. Ни в коем случае нельзя допускать при этом эскалацию конфликта и вынос на более сложные сферы преследования. Можно приводить массу примеров того, как преследования другой стороны, превратившись в самоцель, оборачивались бумерангом для тех, кто пытались этот конфликт педалировать. Хочу сказать, что мы часто не отдаем себе отчеты, что становимся заложниками собственной конфликтной ситуации и иногда утрачиваем над ней контроль. И потом конфликт давлеет над нами. Мы, наверное, тоже сталкивались с этим, да? Особенно, если конфликт вносится в средства массовой информации. Можно привести пример. Выпускник наших курсов, медиатор, стал регулировать конфликт между гражданином Республики Казахстан, который входит в элиту. Ну, считайте это, что казахский «Газпром». Руководитель казахского «Газпрома» разводится со своей супругой. Как происходит этот трудный развод? Он старше ее, есть разница в возрасте, лет на 15. Она решила с супругой, что любые методы хороши для того, чтобы потребовать щедрые алименты, как с Романа Абрамовича или даже побольше, и стала одолевать его исками в судах разных государств. То есть не только в Казахстане, но и в Турджикистане, но и в Киргизии. Поскольку для этого были определенные основания. Понимаете, они были гражданами разных государств, это был интернациональный брак. Кроме того, у нас сейчас международное право настолько запутанная сфера, и в ней возникают в этой сфере такие удивительные коллизии, что перестаешь просто удивляться тому, насколько изобрели.